Здравствуйте, дорогие ребята! Рада вас снова приветствовать на уроке русского языка. Определим тему нашего урока. На картинке у нас осел и лис. Как вы думаете, что может связывать этих двух животных? И могут ли они дружить? Мы можем подумать над этим, а можем прочитать об этом в одноименной сказке. Сегодняшний наш урок называется «О дружбе осла и лиса». Это тоже азербайджанская народная сказка, как и ученая кошка. А теперь откройте свои учебники на странице 15 и начнем читать вместе. Готовы? Жил-был на свете очень злой и жадный мужчина. Он собирал в лесу валежник, складывал на осла и отвозил на базар продавать. Ребята, на словом «валежник» стоит звездочка, а это значит, что значение этого слова вы можете посмотреть в толковом словаре, данном на странице 206. Осла он нагружал так, что у того вся спина протерлась до крови. Однажды мужчина, как и всегда, собирал в лесу валежник, а осла пустил пастись. В это же время голодный лист думал над тем, как ему добыть пару курочек. Увидел он одинокого осла и подошел к нему. Ребята, на предыдущей странице у нас есть вот такая картинка. К ней у нас рубрика «Рассматриваем и отвечаем». Рассмотрите иллюстрацию к сказке. Как вы считаете, какой фрагмент сказки изобразил художник? Это тот, о котором мы сейчас с вами прочитали, когда лис увидел одинокого осла и подошел к нему. О чем они поговорили, мы сейчас узнаем. «В каком ты виде? У тебя вся спина стерта до крови», – сказал лис. «Что же мне делать?», – отвечал осел. «Будь моя воля, не работал бы, но хозяин заставляет. Достань мне несколько кур, и я избавлю тебя от этого хозяина», – сказал лис. Ослу очень понравилось предложение лиса. На следующее утро привел осел к лису десять кур. Двух он съел тут же, а остальных оставил про запас. На этом месте мы остановимся и поработаем с заданиями и вопросами, данными в рубриках. Итак, к данной части текста даны задания. Размышляем и решаем. Вычислите, какую часть кур съел лис, а какую часть кур он оставил. Вы прочитали, что осел привел к лису десять кур. Он съел две курочки. Постарайтесь вычислить, какую часть съел, а какую оставил. В зеленой рубрике нам предлагают подумать, порассуждать и ответить, почему лис был уверен, что хозяин отпустит осла на волю. Для этого вам нужно будет прочитать следующую часть текста и ответить на вопросы рубрики. Мы с вами прочитали начало сказки. Вы ее дочитаете самостоятельно до конца и ответите на вопросы. А мы перейдем к изучению грамматического материала. Он тоже связан с нашей сказкой, потому что мы сейчас читали текст сказки. Это и является темой нашего урока. Текст. Что же такое текст? Текст это группа предложений, расположенных в определенном порядке и связанных по смыслу и грамматически. Какими бывают тексты? Этот материал мы с вами изучали в третьем классе и знаем, что тексты бывают трех видов. Текст повествования, текст описания и текст рассуждения. К тексту повествования можно задать вопрос, что случилось. К тексту описания вопросы, какой, какая, какое и какие. А вот к тексту рассуждения можно задать вопрос, почему. Итак, поработаем над упражнениями и постараемся определить виды текстов. В упражнении 14 даны два текста. Вам нужно прочитать оба текста, нужно определить повествовательный текст и списать его. Первый текст читаем вместе. Я тихо шел по лесу, вдруг заметил дятла. Он сидел на стволе старого дерева и звонко долбил кору. Далеко был слышен стук дятла. Возле него вертелись шустрые синицы. Они подбирали жучков и червячков. Всем помогает дятел. К такому тексту, ребята, можно задать вопрос, что произошло, что случилось. Как вы догадались, это текст повествования. А вот второй текст вы прочитаете самостоятельно и определите, к какому виду текста он относится. В пятнадцатом упражнении нарушен порядок абзацев текста. Как вы знаете, у каждого текста есть начало, основная часть и концовка. Здесь они слегка перепутаны местами. Давайте постараемся определить начало этого текста и продолжить его. Птенцы креста выводятся голыми. Мать не слетает с гнезда, согревает своим телом беззащитных малышей. Как вы видите, текст начался непонятно. Нет никакого начала. А вот вторая часть. В лесу трещит ямарский мороз, дует ледяной ветер, ветвя в старой еле пищат в гнезде крошечные птенцы. Это кресты выводят детей в зимнюю стужу. Как раз таки может быть начало нашего текста. Если мы поменяем вторую и первую части местами, то у нас получится связанный текст. Мы можем озаглавить этот текст, подобрать к нему заголовок, в зависимости от того, о чем в нем говорится. Каждый текст, ребята, имеет свою тему. Сейчас мы читали текст про крестов, значит, мы могли бы подобрать к нему заголовок к листы. Тема – это то, о чем говорится в тексте. Основная мысль текста – это то, главное, о чем хотел сказать автор. Тема и основная мысль связаны между собой. В семнадцатом упражнении нужно прочитать и определить тему текста, а заглавить и списать. Внимательно прочитайте текст, посмотрите, о чем в нем говорится, и подберите соответствующий заголовок. На следующей страничке у вас есть упражнения 19 и 20. Упражнение 19, творческое, вам нужно составить рассказ по картинке, рассмотреть его, ответить на вопросы, что на ней изображен, кто изображен, чем занимаются ребята, составить предложение и записать. Обратите внимание, что время года осеннее, и дети отправились в лес с определенной целью. В двадцатом упражнении, разгадав вот этот ребус, можно определить тему текста. И на эту тему тоже можно составить небольшой текст. Давайте постараемся разгадать ребус вместе, чтобы вам было легче написать небольшой рассказ. Итак, обратите внимание, что сверху написан слог «гра», под чертой стоит буковка «т», то есть слог «гра» стоит на «т». Если мы произнесем только «гра-на-т», получается слово «гра-на-т». Это и является темой данного текста. Запишите название и составьте несколько предложений на эту тему. А мы подведем с вами итог нашего сегодняшнего урока. Итак, текст — это несколько предложений, расположенных в определенной последовательности, связанных между собой по смыслу и грамматически. У текста бывают три вида описания, повествования и рассуждения. Каждый текст имеет свою тему, свою основную мысль, и к каждому тексту можно подобрать заголовок. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок математики и тема нашего урока — округление чисел. Многие из вас уже знакомы с этой темой урока, потому что вы проходили округление чисел в третьем классе. Но в третьем классе, ребята, вы округляли числа в пределах одной тысячи. А сегодня мы с вами научимся округлять числа в пределах одного миллиона. Прочитаем число, ребята, которое мы видим на экране. Перед нами 137546. Это число, ребята, требуется округлить до единиц тысяч. Для этого, ребята, сначала вспомним все разряды данного числа. Начинаем с самого младшего разряда, то есть с конца. 6 показывает количество единиц, 4 показывает количество десятков, 5 показывает количество сотен. 7 – это количество единиц тысяч, 3 – это количество десятков тысяч, а 1 – это количество сотен тысяч этого числа. Итак, ребята, что мы будем делать для того, чтобы округлить это число до единиц тысяч? Для этого, ребята, можно воспользоваться алгоритмом округления чисел, с которым вы уже знакомы, начиная с третьего класса. Первым, что мы делали, ребята, это подчеркивали цифру в разряде, до которого нужно округлить число. Итак, ребята, в нашем числе 7 единиц тысяч. До этой цифры мы будем и округлять число. Подчеркнем ее. И еще я вам рекомендую, ребята, для удобства справа провести черту, тоненькую черту. Что мы делали дальше, ребята? А дальше мы должны посмотреть, какая цифра стоит после подчеркнутого разряда. После подчеркнутого разряда, после черты справа, стоит цифра 5. Вспоминаем, ребята, если у нас после подчеркнутого разряда стоят цифры 5 или 6 или 7, или 8 или 9, то разряд наш подчеркнутый, правильно, ребята, увеличивается. Значит, мы должны с вами прибавить единичку к подчеркнутой цифре. А остальные цифры справа, вы помните, заменить нулями. 5, 4, 6 мы будем заменять нулями. 137 546 приблизительно равно числу 138 тысяч при округлении до единиц тысяч. У нас следующее задание. Я предлагаю вам округлить число до сотен. Перед нами число 249 238. И вот здесь на экране, ребята, перед нами ученик. Зовут его Фуат. И давайте посмотрим, о чем думает Фуат. Фуат думает вот о чем, ребята. Он говорит, я подчеркну цифру в разряде, до которого нужно округлить это число. Давайте, ребята, назовем разряда этого числа. В этом числе 8 единиц, 3 десятка, 2 сотни, 9 единиц тысяч, 4 десятка тысяч и 2 сотни тысяч. Если требуется округлить число до сотен, то тогда подчеркнем этот разряд. В разряде сотен у нас цифра 2. Далее, ребята, Фуат говорит, смоделируя округление числа на числовой оси. Он предлагает округлить число другим способом, то есть смоделировав на числовой оси. Итак, ребята, вы тоже можете начертить числовую ось в своих тетрадках. А далее на числовой оси Фуат предлагает отметить данное число, то есть поставить точку и записать наше число 249 238. Далее, ребята, Фуат говорит, отмечу два ближайших круглых числа. Какие круглые числа будут ближайшими? Отмечаем две точки и записываем. До нашего числа слева будет стоять число 249 200, а справа от нашего числа будет стоять круглое число 249 300. Обратите внимание, ребята, что расстояние показывают на числовой оси схематически. Теперь Фуат думает дальше. Он размышляет, ребята, а к какому из них число 249 238 находится ближе? К числу 249 200 или к числу 249 300? Давайте рассмотрим поближе это число. После подчеркнутого разряда сотен, после циферки 2, какая стоит цифра? Давайте вспомним, если у нас стоят цифры 0, 1, 2, 3 или 4 после подчеркнутого разряда, то тогда наш разряд, правильно, ребята, не увеличивается. Таким образом, ребята, мы можем записать, что 249 238 при округлении до сотен дает нам такой результат 249 200. Таким образом, ребята, мы познакомились еще с одним способом округления чисел при помощи числовой оси. Перед нами округление до требуемых разрядов. Я покажу вам, как округлить одно и то же число до различных разрядов. Итак, перед нами число 273 854. В первом случае мы будем округлять его до десятков. Поэтому в этом числе мы подчеркнули десятки. Их 5. Далее, ребята, мы смотрим после цифры 5. Какая стоит циферка? 4. 4 у нас увеличивает подчеркнутый разряд или нет? Правильно, ребята, не увеличивает. Поэтому получается приблизительно 273 850. Обратите внимание, ребята, после подчеркнутого разряда стояла одна цифра в числе. После округления эту цифру 4 мы заменили нулем. Далее, ребята, это же число 273 854 мы должны округлить с вами до сотен. Сколько сотен в этом числе? У нас подчеркнуто 8 сотен. Обратим внимание, ребята, после 8 сотен, что у нас стоит? Какая циферка стоит? Цифра 5. 5 увеличивает восьмерку? Увеличивает, ребята. Поэтому при округлении этого числа до сотен мы получаем приблизительно 273 900. Еще раз обращу ваше внимание, после подчеркнутого разряда сколько цифр стоит в числе? Две цифры, ребята. Поэтому эти две цифры при округлении заменяются нулями. Далее, ребята, это же число мы должны округлить с вами до тысяч. Давайте посмотрим, сколько единиц тысяч в этом числе. Три, правильно. Этот разряд мы подчеркнули. А после него какая циферка стоит? 8. Мы уже помним, что 8 у нас увеличивает подчеркнутый разряд. Поэтому получается приблизительно 274 000. Еще раз обращаю ваше внимание, после подчеркнутой цифры сколько цифр стоит? Три, ребята. Вот эти три цифры мы заменили тремя нулями. Следующие, ребята, это же число мы округлим до десятков тысяч. Сколько в этом числе десятков тысяч? 7. Мы подчеркнули этот разряд. А какая цифра стоит после 7? Стоит цифра 3. 3 у нас увеличивает или не увеличивает разряд подчеркнутый? Правильно, ребята, не увеличивает. Поэтому получается 270 000. И если вы посчитаете количество цифр после подчеркнутого разряда, вы заметите, что их четыре циферки. Поэтому у нас, ребята, в числе 270 000 4 нуля. Далее, ребята, мы округлим это число до сотен тысяч. Сколько в этом числе сотен тысяч? Две сотни. Точно так же обращаем внимание на ту цифру, которая стоит после подчеркнутого разряда. Это цифра 7. 7, как известно, ребята, увеличивает подчеркнутый разряд. Поэтому при округлении до сотен тысяч мы получаем приблизительно число 300 000. Также обращаем внимание, ребята, что после подчеркнутой цифры у нас еще 5 цифр. Вот эти 5 цифр, ребята, заменяют 5 нулями. Таким образом, ребята, мы с вами округлили число 273 854 до требуемых разрядов. Надеюсь, ребята, что эту тему урока вы усвоили и поэтому сможете выполнить задания, которые даются на страничке 17 учебника математики. Наш урок подошел к концу, ребята, я с вами прощаюсь. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о втором уроке первого модуля «Информация», «Информация», «Виды информации», «Информационные процессы». Но прежде мы начнем с повторения пройденного материала. На прошлом уроке мы узнали какие-то правила. Ну, какие? Это правила техники безопасности. Давайте вспомним их. Первое – не прикасаться к электрическим проводам. Второе – в кабинете информатики нельзя бегать. Третье – перед переходом к компьютеру посмотреть направо. Четвертое – за компьютером сидеть ровно, не наклоняться близко к монитору. Следующее – не приносить в кабинет еду и напитки. Не брать с собой за компьютер рабочую тетрадь. Ну, прочитав внимательно, вы увидели, что здесь были лишние правила. Давайте посмотрим, какие же из них лишние. Перед переходом к компьютеру посмотреть направо – это лишнее правило. И не брать с собой за компьютер рабочую тетрадь – тоже лишнее правило. Что же мы сделаем с вами сегодня? Мы узнаем, какой бывает информация. Узнаем, что же с ней можно делать. И поработать за компьютерами. Давайте посмотрим, где же мы сталкиваемся с этим словом. И приведем примеры. Информация нас окружает везде. Назовем слова, схожие по значению со словом информация. И составим список этих слов на доске. Посмотрим, что у нас получилось. Это новости, сведения, знания, сообщения, уведомления, справка. Итак, что же такое информация? Информация – это сведения, которые мы получаем об окружающем нас мире. Запишем это в тетради. И на странице 9 в рабочей тетради выполним задание. Давайте посмотрим, какая же бывает информация. Например, текст и картинка – это, ребята, примеры текстовой и графической информации. А какая еще бывает информация? Сейчас мы разберем. С текстовой и графической информацией нам все понятно. А теперь посмотрим на картинки и рассмотрим примеры информации. Еще бывает информация числовая, звуковая и видеоинформация. Свои примеры вы можете привести и записать их в тетради. Например, текстовая информация – это роман, объявление. Графическая информация – это картина, рисунок. Какая информация здесь представлена? Давайте посмотрим. Если у нас записаны числа, значит, это будет числовая информация. А здесь какой вид информации мы видим? Новый альбом популярного певца и разговор на кухне. Это, ребятки, звуковая информация. Какая же информация представлена здесь? Фотография в альбоме и картина в музее. Это, ребятки, графическая информация. Старое немое кино и изображение на экране игрового компьютера. Это, ребятки, примеры видеоинформации. А теперь разберем, какие же информационные процессы происходят. Что же можно делать с информацией? Приведем примеры. Информацию можно передавать. Передача – это информационный процесс, в котором есть источник и приемник информации. Давайте посмотрим. Источником здесь является тот, кто передает информацию, а приемником – тот, кто ее получает. Затем информацию можно обработать. Обработка – это тоже информационный процесс, при котором на входе мы имеем одну информацию, а на выходе имеем другую информацию. Давайте посмотрим на примере. Когда мы решаем задачки, мы обрабатываем информацию. На входе у нас условия задачи, а на выходе ответ. Следующую информацию, ребята, можно хранить. Это тоже информационный процесс, в котором доступ к информации возможен долгое время, а сама она не изменяется. Компьютеры хранят у нас информацию на дисках, а человек, где в голове, хранит информацию. Книги, библиотеки – тоже способ хранения информации. Итак, что же мы узнали? Что действия, которые можно осуществлять с информацией, называются информационными процессами. Давайте перечислим их. Это передача, хранение и обработка. Давайте теперь посмотрим такое задание. О каких информационных процессах идет речь? Письмо идет от отправителя к получателю. Телевизионный сигнал из студии транслируется в дома телезрителей. Книга лежит на полке. Фильм хранится на диске. Астроном смотрит телескоп и составляет справочник. Ученик пишет диктант. Письмо идет от отправителя к получателю. Телевизионный сигнал из студии транслируется в дома телезрителей. Здесь есть источник и приемник информации. Значит, это передача. Астроном смотрит телескоп и составляет справочник. Ученик пишет диктант. Здесь информация изменяется. В первом случае видеоинформация, то, что видит астроном, становится текстовой. А во втором, текстовым, становится звуковая информация. Значит, это обработка информации. Книга лежит на полке. Фильм хранится на диске. В этом случае информация не изменяется и не передается. Это хранение информации. А теперь перейдем к работе на платформе. Давайте вспомним, как зайти на платформу. Чтобы попасть на платформу, нужно выполнить этот алгоритм. То есть включить компьютер, открыть программу Google Chrome, ввести интернет-адрес mars.algoritmica.as и ввести логин и пароль. Как же открыть нам Google Chrome? Нужно ввести указатель мыши на этот значок и дважды нажать на левую кнопку. Затем вводим в адресной строке mars.algoritmica.as и нажимаем Enter на клавиатуре. У нас откроется такое окошко. Здесь нужно ввести свой логин и пароль, которые записаны у вас в рабочих тетрадях. И у нас даны на платформе основные и дополнительные задания. Давайте выполним первое задание. Сначала нужно прочитать задание. Давайте прочитаем. Раздели правила безопасной работы на две колонки. Значит, первая колонка нужно написать правильно, а второе то, что написано неправильно. Написано правильно. В кабинете информатики можно работать за компьютерами, и в кабинете информатики нужно ходить спокойно. Неправильно написано. В кабинете информатики можно бегать, и в кабинете информатики можно есть. Это, конечно, неправильно. отвечаем на ответ ответить и отправляем ответ рассмотрим второе задание нужно разделить примеры информации на текстовую и графическую посмотрим ответ и так столбик где у нас текстовая информация мы выбрали сборник стихов и новость на сайте а графическая информация нас мозаика и чертеж отправляем ответ кликнув на желтый квадратик посмотрим еще один пример а каких информационных процессов идет речь нужно составить примеры информационные процессы посмотрим ответ книги лежат библиотеке это информация хранения письмо идет от отправителя получателя это передача информации ученик пишет диктант это обработка отвечаем и отправляем ответ таким образом ребятки если вам понравился урок то вы выбираете этот смайлик если не все было на уроке интересно выбираем этот смайлик если был естественно урок скучным выбираем последний смайлик до свидания ребятки до следующей встречи